Были ли у тебя истории успеха до этого? Если были, то расскажи. Я не знаю, что считать успехом. Ну, какой-то такой... Чисто в финансовом эквиваленте, наверное, ну, таких масштабов никогда подобного ничего не было. Но успехом... Я успешный заводчик богомолов, например. У меня отличный, жирный, здоровый... Разводишь богомолов. Да, ну еще, я не знаю, я до этого же много занимался... Ой, что я только не делал? Я и на стройке работал, и юридическая контора у меня была, и сисадмином я был, и сервера какие-то носил. Все, что угодно я делал. У Скотта Адамса есть такая замечательная книга, как пережить тысячу провалов и все равно преуспеть. А это очень важный момент, очень важный момент. Ко мне приходят какие-то неофиты и говорят, как прийти к успеху, успешный успех, три шага. Это полная чушь. То есть для того, чтобы что-то сделать, в принципе, у тебя, во-первых, это важнейшая вещь, должна быть толерантность к ошибкам. Когда ты обосрался один раз, второй раз, пятый раз, ты уже знаешь, ага, что здесь вот эти нюансы, здесь вот так. И у тебя уже есть какое-то общее представление. Я, например, очень эмоционально болезненно переношу провал. То есть для меня обосраться страшно. Но все-таки приходится тебе переступать через какие-то вещи и набираться опыта. Вот у Дудя там этого про силиконовую долину. Там чуваки говорят, что стартапер, у которого там несколько проектов провалилось, намного ценнее, чем стартапер, у которого один проект первый получился. И так во всем, в любой вещи ты должен научиться. То есть кажется, что бизнес – это какие-то сложнейшие материи, там какая-то невероятно сложная наука. На самом деле это все в мелочах. Как ты смог договориться, как ты смог у кого-то получить обещание, и чтобы он их сдержал добиться. То есть даже суп сварить, это нужно написать какой-то рецепт. Придешь в магазин, там морковки нет, трюфелей нет, там еще какие-то штуки. И вот довести до конца и получить какой-то результат – это есть опыт. На самом деле многие люди просто не понимают, что даже сам факт, что ты переживаешь какой-то провал, это само по себе успех. Потому что если ты его пережил и двигаешься дальше, это уже говорит о том, что тебя это не подкосило, ты продолжил бороться и продолжил генерировать эти идеи, которые постепенно-постепенно будут двигать тебя вперед. Потому что у меня у самого очень похожая история. Я тоже, когда меня спрашивают, о чем ты в жизни занимался до того, как занялся политикой, до того, как открыл канал, я столько всего делал, что это в одну какую-то общую картину не складывается. Но на самом деле, когда ты смотришь назад, это как раз и послужило тем опытом, который привел тебя в ту точку, в которой ты находишься. Я однажды, когда я был помладше, меня очень тяготил вопрос, чем ты вообще занимаешься. Я каждый раз говорил, ну я вот сейчас делаю то, вот сейчас такой проект. А потом… А по жизни тебя потом спрашивают. Потом я посмотрел ролик «Бродяги Фишай». Когда-то он был популярен, потом сторчался там. И он приходит, такой чувак, который просто ходит по городу с камерой и разговаривает с людьми. Он приходит в какой-то клуб, подходит к своему знакомому старому и спрашивает его, а чем ты вообще занимаешься? И он смотрит на него и говорит «Всякой хуйней». И я подумал, блин, так можно было, оказывается. То есть это так освобождает, так раскрепощает. И с тех пор я стал отвечать на этот вопрос точно так же. Потому что пытаться запихнуть себя в какие-то рамки для того, чтобы делать бизнес такого уровня. То есть мы упустили один момент, что я очень долго занимался контентом технологическим для всяких технологических компаний. У меня было сложно медиа-контент-бюро. И тебе нужно уметь от того, чтобы верстать сайты, паять электронику, сверлить стены. Гипсокартон я могу положить без проблем, пожарные сигнализации провести, я не знаю, пластик какой-то паять, программировать. Ты все это должен уметь хотя бы чуть-чуть. Потому что когда ты для того, чтобы оценить масштаб работы, должен примерно понимать, сколько там часов, сколько людей это нужно. Потому что тебе придут и скажут «Сайт написать 200 тысяч рублей». Я скажу «Подождите, вот я в тильде за 15 минут накидал». У нас, кстати, наш вот этот сайт, Flipper Zero One, на тильде сделан. Я первый вот сам сидел, сделал, потом там подключился иллюстратор, дизайнер. Но у нас все, вот видео на кикстартере, которое сделано, мы снимали вдвоем. Я еще один чувак. Я взял камеру в аренду за 15 тысяч рублей, и во дворе нашего хакспейса мы снимали. Иллюстратор наш там рисовал агрофон. То есть я как-то монтировал. То есть вообще все на коленке было собрано. Конечно, конечно. То есть у нас не было бюджетов. Мы пришли в какой-то там продакшн с просьбой снять видео. Нам посчитали на миллион рублей видео. А у нас не было денег. И мы сняли все за 15 тысяч рублей. И поэтому ты должен знать хотя бы работу. Ты должен знать нюансы. Не надо досконально, но примерно иметь представление. Поэтому не бойтесь работать. Научитесь хотя бы работать, получать какой-то результат. Неважно. Я много люблю приводить пример шиномонтажку. Ты можешь поработать на шиномонтажке, покрутить колеса, узнать процессы какие-то, понять, где можно оптимизировать. Какая боль у людей. У тебя приезжают на шиномонтажку и говорят, а можете мне вот еще колеса отбалансировать? Или можете мне магнитолу поменять? Ты понимаешь, какой запрос вообще существует? Да, ты понимаешь, как вообще это работает. Короче, вот ненавижу этих всех людей, которые приходят и сразу хотят успешный успех. Дайте мне миллионы денег, дайте мне инвестиции, я тогда что-то сделаю. Нет, иди работай. А потом уже, когда ты скажешь, я вот это делаю отлично, вот это делаю, тогда уже можно разговаривать.